Дагестанские спасатели нашли тела утонувших в реке Сулак. Напомним, 24 августа около села Кильбах Кизлертовского района перевернулось маломерное судно. Погибли мужчина, женщина и их 14-летняя дочь. В поисках тел были задействованы спасатели и местное население. Спустя двое суток тело мужчины было найдено перед народственником. И буквально вчера, в четверг, в районе с 10 до 11 дня было найдено тело женщины и ее дочери. Следствием этой трагедии послужило, естественно, что маломерное судно не было зарегистрировано, не было прав на управление, также не было спасательных жилетов. Также это судно предназначалось на пассажире вместимости два человека, не более. Это включая владельца маломерного судна, самих людей, которые отдыхают и любят отдыхать на плавсредствах. Ни в коем случае не выходить в открытый водоем на плавсредствах без спасательных жилетов. Вот эта трагедия наглядный тому пример. Любое маломерное судно, оно должно быть зарегистрировано в установленном порядке. Также у владельца маломерного судна должно быть права на управление маломерным судном. И также любое плавсредство по количеству пассажиров вместимости должно быть укомплектовано спасательными жилетами. Владельцу катера, сумевшему спастись в тот злополучный день, теперь предстоит суд. Его отношения и следственные органы возбудили уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый вышел в акваторию реки с пассажирами, не имея удостоверения на управление судном, не провел инструктаж по правилам безопасности пассажиров и не обеспечил их спасательными средствами. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова